Салам алейкум, Дагестан! Добрый вечер всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глубальная сеть» и сегодня для вас ее проведу я, Замбаган Магомедов. В эфире 34 выпуск нашей передачи. А прежде чем начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. Шутка из 90-х о том, что считать деньги в чужом кармане некрасиво, но так интересно, кажется актуальной будет всегда. И обсуждение уровня зарплат в нашей республике как раз из этой серии. А поводом к этому стала опубликованная статистика. Но, впрочем, обо всем по порядку. Пользователь Али Гасанов написал следующее. Средняя номинальная зарплата в январе 2024 года в Дагестане составила 39 102 рубля. По сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 11,8%. Реальная зарплата увеличилась почти на 2% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Дагестанстат. Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная плата за определенный период. Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату. Пишет активная участница социальных сетей Осет Хизроева. Напрягает себя, но при этом очень любит жаловаться на жизнь и считает, что им все должны. Своё мнение написала и Осет Исаева. Я тоже знаю, сколько платят официантам и кальянщикам, но это работа для молодых. Правда, эксплуатируют их тоже нещадно. Слыхала эти истории про официантов и зауры, у которых на голове пьяные клиенты бычки тушили. Я понимаю, что хорошо получают и экскурсоводы, что туристов водят. Понимаю, что турбизнес процветает. Но как быть взрослым людям? Они живут на те зарплаты, которые им платят. В их возрасте поменять работу очень сложно. Да и кто возьмет на работу пожилого человека? Все хотят командовать молодыми. Пользователь Юнус Тумалаев написал по этому поводу следующее. Мы должны понимать, что доходы с началом СВО сильно подросли. И эти деньги тоже являются частью статистики. Они сильно влияют на среднюю зарплату в республике. При этом мы видим, что мастера найти в Дагестане очень трудно. Все работают на новых территориях. И те, кто остались, подняли свой ценник раза в три. Поэтому средняя зарплата по республике – это как средняя температура по больнице. Цифра может получиться красивая, но совсем не объективная. Юзер Узлепа от Курбанова написала следующее. Тот, кто собирал эти статистические данные, пусть зайдут в зеленое яблоко. Там народ за полторы тысячи рублей пашет по 12 часов за смену. А эта работа, пожалуй, одна из самых сложных. Даже если вам платят в Дагестане по две и больше тысячи за смену, вы должны понимать, что это каторжный труд, на который соглашаются только те, у кого нет образования и других возможностей для самореализации. Но с другой стороны, если человек не хотел учиться с молодой, пусть работает. Это пример другим людям. Юзер Азиз Магомедов продолжил эту тему. Основной доход при капиталистическом способе хозяйствования получает собственник. Ради него все это и затевается. Интересы населения, государства и прочее отнюдь не цель. Если у человека единственный шанс получить достойную зарплату – работать официантом, кальянщиком или таксистом, то это закладывает тренды на будущее. Значит, люди не будут учиться, получать знания и развиваться. А зачем, если это не имеет никакой практической цели? И осталась в стороне от дискуссии юзер Мустафа Халидов. При чем тут это? Кто ограничивает дагестанцев в учебе и в развитии? Или сейчас мало дагестанцев, которые добровольно работают официантами, поварами, горничными, таксистами? И в этом во всем миром атотуристы и развитии туризма? Вы реально в это верите? Кто хочет отучиться и стать инженером, строителем или еще кем-то? Сейчас больше возможностей, чем когда-либо. Интернет вам в помощь. Но когда видишь здоровых, крепких, бородатых парней в Махачкале, которые работают официантами, тут уже выбор каждого. Пользователь Абдулла Алиев тоже поделился своим мнением. Тема зарплат в Махачкале очень больная. С одной стороны, владельцы бизнеса, которые не любят платить много. С другой стороны, есть жадные квартировладельцы. Эти товарищи меньше, чем за 20 тысяч свои убогие квартирки не сдают. Еще есть продавцы на рынках, которые продукты питания продают как для туристов. И вот подумайте, каково в Дагестане выжить простому человеку, который работает в госсекторе, где зарплаты нищенские. Согласитесь, что предлагать работу официантам или кальянщикам, преподавателю или учителю – это позор для государства. 5 апреля в Избербаше произошел взрыв, в результате которого погиб 7-летний ребенок. Страшная история легкомысленного отношения к газовому оборудованию не могла не звоновать. Мальчик был не последним, кто там погиб. Другие подробности этой истории через комментарии пользователей социальных сетей. Эту новость предложил к обсуждению завсегдатой виртуальных дебрей Руслан Габибулаев. Взрыв в Избербаше погиб 7-летний ребенок. Оба родителя борются за свою жизнь в больнице 5 апреля. По факту взрыва газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело – оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровья. На сегодняшний день задержан сотрудник газовой службы. Оказалось, что рядом с домом проходит аварийный газопровод, который и пропускал газ. Произошла утечка газа в канализационную яму. После – через сливную трубу санузла в помещении цокольного этажа этого дома, где и произошло возгорание. Далее – взрыв. Алина Мусаева по этому поводу написала следующее. Сообщается также, что газопровод на баланс ресурсоснабжающей организации не был поставлен. Никаких действий по нему для приостановки подачи газа не производилось, хотя была утечка газа. Газопровод был опасен для всех в округе. Не устану напоминать про газовые датчики. Стоит в тысячу раз дешевле, чем дом. Про жизнь не говорю. Стоит газовый счетчик 1500 рублей. Из-за безответственности одних людей погибают другие. Ощущение, что в газовом секторе никогда не будет порядка. Не остался в стороне от дискуссий и Шамиль Сагитов. Подписчики сообщают, что мама семилетнего ребенка, который скончался на второй день в больнице, умерла 6 апреля в больнице. Напомним, что Сусана и ее муж, Султан, и семилетний сын пострадали от взрыва в Избербаше. Все они получили после взрыва более 90% ожогов. Взрыв произошел из-за возгорания газовоздушной смеси. Проблема в том, что газовый котел был поставлен с нарушениями. Он находился на первом этаже под комнатой, где располагалась спальня. А вот у Джамиля Абдулаева тоже своя точка зрения. Это ужасная трагедия, которой могло бы и не быть. Они вроде не бедные люди были и на мастерах не экономили. Но видимо, что-то пошло не так. Теперь они в больнице и 90% у них в ожогах. Это медицинский факт. При сильных ожогах идет некроз тканей. Инфекция. Начинается с пазм сосудов и кислородное голодание тканей и клеток мозга. Кожа после ожогов не регенерируется. И ее нужно пересаживать. А это очень большая потеря крови. При 70% и выше людей не выживают. Страшная история. Магомед Амаров по этому поводу написал следующее. Прочитал ваш комментарий и очень нехорошо стало. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что с медицинской точки зрения шансов единственного восставшегося в живых действительно мало. Но пока человек жив, пока есть хоть малейшая надежда, то надо молиться и уповать на Всевышнего. Ваш комментарий, где вы пишете о безнадежности его ситуации, могут прочитать и родственники пострадавших. Вы поймите, как больно видеть сообщение, и ему недолго осталось. Будьте добрее. Поделилась своим мнением Нурья Трашидова. Следствием установлено, что вблизи дома проходит аварийный газопровод, через который произошла утечка газа в канализационную яму, а затем через сливную трубу санузла в помещение цокольного этажа дома, где и произошло возгорание. При этом этот газопровод на баланс ресурсоснабжающей организации не поставлен. Его обследование на предмет соответствия требованиям промышленной безопасности и приостановления подачи газа не производилось. По уголовному делу назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. В ресурсоснабжающей организации изъята техническая документация, допрошены свидетели. На что ответил Шамиль Максудов. Выходит, что у людей дома все было в порядке, и на самом деле проблема была в аварийном газопроводе. Какой же это все-таки кошмар. Они сами родом из поселка Первомайское, были нормальными дружелюбными людьми. В доме у них всегда был порядок. По сути, они стали жертвой чужой халатности. Страшное горе. Эта бедная женщина умерла в таких мучениях, еще не зная, что ее ребенок тоже умер. Когда же наши люди поймут, что газ это не игрушки, и с ним нужно обращаться осторожно? Пользователь социальных сетей Магомед Гусенов написал следующее. Вот тут все клянут из Бербашесской власти. Но если справедливости ради сказать, то у нас такое может случиться в любом дагестанском городе. В Махачкаре такое было не один раз. Здесь выяснили, что проблема была не в доме, а рядом с ним. Ну а сколько раз все начинали грешить на газовые камины, газовые колонки. В любом случае, мои соболезнования по поводу этого несчастного случая родным и близким погибших. Пользователь Нур-Урдин Магомедов написал следующее. Следователями Избербашского межрайонного следственного отдела СУСК России по Дагестану в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в городе Избербаши, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе один несовершеннолетний, задержан мастер управления по эксплуатации газораспределительных сетей ресурсоснабжающей организации. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, говорится в сообщении. Более 1900 обращений поступило в Центральное управление Дагестана. Основная беда – не вывоз мусора. Как на эту проблему отреагировали пользователи социальных сетей, вам предстоит узнать прямо сейчас. Эту новость начал рассказывать завсегдата виртуальных дебри Рината Гаханов. Сообщается, что сегодня Меликов временно отстранил от должностных полномочий министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Александра Зимина на период проверки. Основные претензии – проблема в организации вывоза мусора и работа дирекции охраняемых природных территорий, которая собирает с граждан деньги за вход. С мусором, кажется, все понятно. У нас сейчас праздничные дни, а мы погрязли в мусоре всей республикой. А вот куда его вывозят? Его также продолжают сжигать и тушить экстренно, когда пожалуется на запах гари. А за вырубку деревьев кто у нас отвечает? Салихат Расулова по этому поводу написала следующее. Вы не думаете, что это какая-то простая или несущественная проблема. Это очень даже серьезный вопрос. Этот мусор боком может выйти для простого народа, приводит к всяческим инфекциям и болезням. А для некоторых чиновников повод попрошайничать деньги у Москвы и отмывать огромные суммы денег. А по итогу все равно ничего не сделать и наворовать по старому принципу максимально большие деньги. Поделился своим мнением и Нурмагомед Херачев. Организация вывоза мусора задача и ответственность регионального оператора МБУ Махачкала-1. Причем тут Минприроды. В конце концов, этот министр не так давно работает на данной должности. Не думаю, что он успел бы там что-то наворовать или испортить. В конце концов, когда его назначали на должность, наверное, анализировали, способен этот человек решать такие задачи или нет. Дагестан утопает в мусоре. За короткое время такие проблемы не исчезают. Не осталась в стороне о дискуссии Ася Тамарова. У меня такое же отношение ко всему этому. Дагестан назвали мусорной столицей России уже давно, лет 10 назад. Проблемы копились с десятилетиями, ничего не делали. И вдруг, чтобы в одно начале пришел человек и ликвидировал свалки, построил мусороперерабатывающие заводы, наверное, невозможно. Мне этот остраненный министр никто. Но я не понимаю, почему его нужно делать виноватым. Ведь до него много кто подводил ситуацию к этой критической черте. На что ответил Арсен Магомедов. Наверное, претензии к нему не только в том, что он не решил проблему, а в том, что нет вообще никаких продвижений в этом направлении. Мы уже увидели, что сейчас реально некому убирать мусор. Таджики, которые работали в этой отрасли, уже высланы на родину. А местные заниматься этой работой не хотят. Потому город и зарос в мусоре. Как решить этот вопрос на данном этапе, не привлекая к работе работников муниципалитетов и разного рода ведомств, студентов, безработных, я, например, не очень понимаю. Но даже если мы сейчас как-то справимся, эту проблему надо решать системно. Пользовательница Валида Малаева тоже написала свое мнение. Мусор – это глобальная экологическая проблема, которая делает вызов всей нашей планете. Растущие с каждым днем отходы наносят ущерб общественному здоровью, загрязняют окружающую среду и угрожают утопить некоторые бедные страны в токсичности. Сегодня в океане плавают целые мусорные острова. Исследования демонстрируют, что более половины населения мира не имеет доступа к регулярному сбору мусора. Учитывая его количество, производимое по всему миру, рассматриваемая проблема находится в кризисе. Арсен Абакаров написал следующий комментарий. Я побывал в большинстве регионов России и почти во всех странах мира. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Махачкала – один из самых загаженных городов на Земле. Гордиться тут совсем нечем. Хорошие гостеприимные люди, красивые горы, отличная кухня, заниженные приоры и новенькие Porsche Cayenne – все утопает в мусоре. Мусор в Махачкале повсюду. Он на центральных площадях и во дворах, он на пляжах и в горах. Так писал один известный блогер в 2016 году. Кажется, что и сейчас мало что изменилось. Пользователь под ником Ураган написал следующее. Проблема касается всего мира. Главные причины скопления мусора в современном мире вполне лежат на поверхности. К ней привели увеличение количества во всем мире мегаполисов, рост населения, товарное засилие, количество одноразовых товаров, нежелание ограничивать себя в тратах, наращивание темпов производства для массового потребления. Современная промышленность старается предупредить любое желание потребителя. И вот теперь переложите все это на Махачкалу и вспомните, как у нас думают о будущем. Продолжил обсуждение Магомед Али Мусаев. Проблему с мусором решить без мусороперерабатывающего завода невозможно. Как невозможно ее решить без раздельного сбора мусора уже на кухнях. Я считаю, что это должно быть приоритетом государства решить этот вопрос. И люди тоже должны в этом участвовать. Я понимаю, что никто не хочет, чтобы рядом с ним строили мусорный полигон. Но что сейчас можно с этим поделать? Иначе мы все зарастем в мусоре. В конце концов, было же прежнее место сфалки. Неужели же там нельзя его построить? Эта тема регулярно всплывает в социальных сетях. Но как на нее реагировать, однозначного ответа нет. И речь идет о попрошайках. Пользователи социальных сетей были по этому поводу очень откровенны. Пользователь Али Гусейнов написал следующее. Нищие и попрошайки есть в любом городе. Иногда их пачками вывозят. Но потом они снова появляются. В каком-то случае это действительно нуждающиеся люди. Но в каком-то случае на самом деле профессиональные обманщики. Имитирующие несчастный вид и горе. Лично я считаю, что помогать нужно тем, кого ты реально знаешь и у кого есть в этом конкретная нужда. Это, конечно, ваше личное дело отдавать деньги непонятным типам или нет. Опрос в том, что не хочется быть в их глазах лохом. И не хочется давать возможность людям эксплуатировать вас в ваших лучших чувствах. Эту тему продолжает Зимфира Гамзатова. Очень неприятная ситуация сегодня случилась перед зданием седьмого континента в Махачкале. Сидит взрослая женщина, просит милостыню. И на устах у нее слова. Без смеля подайте на хлеб. В руках я вижу у нее 10 рублей. Я тоже из сумки вытащила, где-то 17 рублей. И тоже ей отдала. После того, как я ей дала деньги, ей походу не понравилось, что мало дали. И она, отвернув голову в сторону, выронила очень грязные слова. Я сказала ей громко, у вас очень грязный рот. И пусть Всевышний вас направит на путь истинный. Наверное, их привозят откуда-то. Я не видела ранее таких подготовленных бабуль, попрошая, которые думают, что им должны. Выложите, пожалуйста, админ, пусть люди знают, что от них много денег ждут. Завсегда-то Исмаил Исаев высказался по этому поводу. Однажды встретил в Краснодаре молодую женщину. Познакомились, спросил, откуда она. Оказалась местная. И вдруг она рассказывает, что недавно была у нас в республике. Я сначала не поверил. Потом, когда она начала рассказывать, что да как, я понял, что она не врет. Спрашиваем, что как по заработкам. В ответ слышим, что она в хушетском переезде попрошайничала. Я просто офигел. А она так начала рассказывать, как гримируется, как настраивается на эту работу. Кстати, она совсем не бедная была. Мой мир никогда не будет прежним. Своим мнением поделилась пользовательница Ума Макомедова. Люди ведь искренне думают, что в Роматан месяц нужно быть щедрее и милосерднее. Да, они должны быть милосердны. Но не ко всем тем, кто паразитирует на этом. Мы должны уметь отдавать и чувствовать от этого радость. Может быть, в этом и есть один из смыслов праздника. Но отдавать тому, кто потратит его на благое. Эти профессиональные нищеньки, мы не знаем, сколько у них на самом деле есть миллионов. Если ни копейки им не давать, то у нас их в республике не будет вовсе. В диалог вступил пользователь Даниэл Мустафаев. Я просто не даю. Не знаю почему, пусть и вышний простит меня за мою жадность или гордыню. Я стараюсь покупать что-то у бабушек, которые продают цветочки, носочки и так далее. А попрошайки в молодом возрасте меня просто раздражают. Взрослые-то понятно, но меня всегда удивляет, когда малыши попрошайничают. Сразу вопрос, куда смотрит опека. Неужели только у меня такой вопрос возникает? Вот думаю, у благополучных родителей из-за одной ошибки, значит, забирают детей, а попрошайничать и под машину лезть, жизнью рисковать, почему оставляют этих детей, меня всегда удивляет. Кто из них вырастает потом? Интересно очень. Пользовательница социальных сетей Наида Курбанова поделилась своей информацией. Ко мне вчера также женщина подошла. Она просила деньги, очень приставучая была. А в итоге ее какой-то мужик отогнал от меня. Прицепилась и не отставала просто. А потом в конце вытащила из кармана 15-й айфон, а у меня 10-й. Я подумала, что помощь нужна тут мне, а не ей. После этого меня никто и никогда не убедит в том, что нищим нужна помощь. Джахпар Гасанов по этому поводу написал следующее. Давая деньги таким, вы подталкиваете их не работать и как бы поощряете их деятельность. Если человек недееспособен, тогда можно давать. Есть информация, что зачастую у них вдоль и те магазинчики, рядом с которыми они стоят. Хотя бывает у них и чисто мафиозная схема организации бизнеса. Есть общий патрон и крыша, куда стекаются все деньги и ничего скрысить они уже не могут. Не менее интересным был комментарий юзера Исмаила Гаджиева. Каждый день на разных улицах тусуется одна и та же группировка. Утром в районе Студенческой и Глазной. После обеда в районе Цума. Вечером в районе Ленина 26. Это наверняка одна из них, очень наглые. И меня с ног до головы обругало. А потом вообще средний палец показало. Не хочу утверждать, но есть предположение, что половина из них говорят слова религиозные, только лишь бы задеть чувства верующих, чтобы им дали на хлеб. А когда говоришь, да я тебе куплю хлеб, им это не нравится, они хотят деньги. Ибрагим Магомедов написал следующее. Пусть работают эти ждивенцы. И днем, и ночью в Каспийске какой-то ненормальный гоняет на Лексусе. Типа, мать больная, деньги собирает. Его останавливают гаишники, достает какой-то клочок туалетной бумаги. Типа, мать больная, вот справка на лекарство, помогите ради Аллаха. С утра смена, тетка выходит в Сбербанке, прямо возле банкомата сидит, и ребенок вечно с ней, то спит, то бегает. Меня раз остановили такие прощелыги с маникюром на тюнинге, браслет золотой на ноге. Одна такая, разрешите спросить, я из порога, разрешаю, идите работать. И пошел своей дорогой. Полицейский регистан в русске ведет подозреваемого попытки насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Понятно, что такая чувствительная информация пройти мимо пользователя социальных сетей не могла. Пользователь Салих Газалиев по этому поводу написал следующее. Установлено, что 31 марта этого года примерно в 17.10 неустановленное лицо, находясь в общежитии Каспийска, проследовало за ребенком в помещении туалета, где попыталась совершить действия сексуального характера. Девочка стала громко кричать и звать на помощь окружающих. Заспользовавшись замешательством мужчины, ребенку удалось выбежать из туалета. Злоумышленник выбежал следом и скрылся в неизвестном направлении. По признакам состава преступления региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Насильственные действия сексуального характера». Написала обитательница виртуальных дебрей Аминат Тагирова. Телеграм-канале МВД под названием «Криминальная хроника» обратились с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо важной информацией о разыскиваемом лице. Мы просим вас обратиться в ближайший отдел полиции либо по телефонам сотрудников уголовного розыска Тагестана 8-988-648-77-77 и 8-958-555-50-01. Пишет пользователь социальных сетей Абдул Магдеев. «Это хорошо, что родители разговаривают со своими детьми. Многие родители не взаимодействуют со своими, и поэтому с детьми происходит что-то нехорошее. Просто ребенок не знает, как себя вести в той или иной ситуации. Крайне необходимо объяснять ребенку, что никто не имеет права дотрагиваться к его телу, что нельзя разговаривать с посторонними, незнакомыми тебе людьми, что нельзя садиться в машину, что в случае, если до тебя дотрагиваются, кричать и кусаться». Это обсуждение дополняет юзер Алия Камзатова. «Да, полностью солидарна с призывом к самому строгому наказанию, потому что беззаконность приводит к вседозволенности. Почему я должна налоги платить и кормить этого педофила? Я не хочу, чтобы с моих налогов этот нелюдь кормился. Я считаю, что он недостоин жить. Он отброс общества, он несет опасность. И, кстати, после даже выхода из тюрьмы, они опять же повторяют все, как по накатанной. Их даже тюрьма не исправляет, их только исправит могила». Продолжил разговор на эту тему Магомед Юсупов. «Я своему девятилетнему сыну всегда говорю, если кто-то до тебя дотрагивается или посягает на твое личное пространство и так далее, или тем хуже куда-то тащит, то обязательно кусайся, убегай куда подальше. Если увидишь камень, возьми, ты должен себя защищать. Я тебе разрешаю, тебе ничего не будет. Ты имеешь право на защиту. Тот, кто посягает на тебя, уже перешел черту, и тебе важно сохранить себя». Да, в таком состоянии девочка вряд ли вспомнит лицо или какие-то иные подробности. Все дело в том, что у ребенка включился инстинкт самовыживания и самосохранения. Поэтому в состоянии аффекта люди не помнят свои действия, тем более запомнят лицо агрессора, маленький, и еще незрелый ребенок не мог. Надеюсь, что кто-то узнает и сам приведет эту мразь в отделение полиции. Что-то страшно становится детей куда-то отпускать. Девочки здоровья, и чтобы больше такие уроды не встречались на ее пути. По мнению Гадиса Исмаилова, ситуация выглядит следующим образом. «У нас в республике правоохранительная служба одна из самых грамотных по раскрытиям преступлений. Не сомневаясь в их профессионализме, они найдут преступника, и он понесет суровое наказание. К сожалению, пока родители играли в оперов, драгоценные часы упущены. Теперь нужно надеяться только на бдительных граждан, пока не опознают». Пишет пользователь Мамед Кадиев. «Конечно, переоделся он и не будет ходить в тех же вещах. Но в тот день он же не только в магазин заходил, он же ходил в этих вещах и в другие места. Будь это мой близкий, я бы сначала сам поработал с ним, а потом уже передал его сотрудникам. Но точно не промолчал бы. Думаю, так многие поступят, и есть кто из его окружения, кто узнает его именно по этим вещам. Необходимо сплотиться и разослать по всем чатам это видео. По верхней одежде его точно узнает тот, кто с ним недавно общался. И если есть у них хоть что-то человеческое, они его сдадут». Написал пользователь Исмаил Курбанов. «О какой огласке и позоре может идти речь в то время, когда детей, молодых девушек и женщин не по своей воле насилуют? У сплетников всегда будет причина распускать слухи, на таких надо не обращать внимания, либо ставить их на место. Такие люди пытаются лишь самоутвердиться за счет другого. Лучше бы говорили как есть, чтобы боролись против таких ничтожеств насильников, не боясь слухов и тому подобного. От такого никто не застрахован, пока такие мрази продолжают существовать». Международный Олимпийский комитет заблокировал Дурашилю Судоваева возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку. Но и неудивительно, что эта новость стала самой обсужденной в сети. Внимание на экран! Пользователь Идрис Мусаев по этому поводу написал следующее. «Объединенный мир борьбы» накануне оповестил Федерацию спортивной борьбы России, что Международный Олимпийский комитет заблокировал Абдул-Рашиду Судоваева возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку. Приводит в Рест.ру слова президента ФСБР Михаила Мамиашвили. Это уже второе решение против Садулаева. Ранее российского борца не впустили в Румынию по шенгенской визе, из-за чего он не смог выступить на чемпионате Европы. Садулаеву 27 лет. Он двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Эту новость дополнил Дагир Шамилов. В апреле 2023 года бюро UWW приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой при соблюдении рекомендаций МОК. В сентябре в этой организации сообщили, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. В список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку в допуске на чемпионат мира в Белград, который прошел с 16 по 24 сентября, было отказано 26 людям. После этого президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гудцайт направил официальное письмо в МОК с просьбой повторно проверить 19 нейтральных спортсменов. В их числе был Иса Дулаев. Своим мнением поделился пользователь социальных сетей Тагир Шахбанов. 5-7 апреля в Баку, Азербайджан состоялся олимпийский европейский лицензионный турнир по спортивной борьбе. 5 апреля прошли соревнования в греко-римской борьбе, 6 апреля в женской, 7 апреля в вольной. Для завоевания олимпийской путевки достаточно выйти в финал. Российские борцы уже завоевали 4 лицензии в весовых категориях до 57, 65, 74 и 125 килограмм. Все вольная борьба, а за оставшиеся 14 путевок и боролись в Баку. Своей информацией поделился также Раджа Прабаданов. Он процитировал Михаила Мамиашвили. Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных международным стартом. К сожалению, в них оказался двукратный победитель олимпийских игр, капитан нашей команды Абдул-Рашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям в Афине. У него стоит запрет от МОК. Пишет пользователь Бадрудин Гаджеев. С нами оперативно связались из объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки. В Баку выступит Алихан Джабраилов. Я хочу подчеркнуть, решение по недопуску Садулаева приняло именно МОК. UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся, сказал Михаил Мамяшвили. С точки зрения юзера Насыра Амарова, насколько мы понимаем, проблема в его присутствии в рядах Росгвардии. Это стало для него непреодолимой преградой. Жаль, что у него не получилось уволиться и утереть нос своим недоброжелателям. Садулаев был признан несоответствующим нейтральному статусу, панелью объединенного мира борьбы, сообщили в пресс-службе МОК. Пользователь Тагир Гасанов дополнил это обсуждение следующим комментариям. Двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдул-Рашида Садулаева не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за того, что он поддерживал СВО и имеет принадлежность клубу «Динамо». Об этом сообщил объединенный мир борьбы. Серьезные проблемы с участием в квалификации также возникли у нескольких представителей национальной команды и тренеров. По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамяшвили, спортсмен все равно отправился в Азербайджан, поскольку Федерации сохраняли надежду все же решить вопрос до начала соревнований. По мнению пользователя Ибрагима Курбанова, обстановка вокруг грядущей Олимпиады в Париже и участие в ней россиян становится все жарче. В своем первом релизе об условиях допуска российских спортсменов к Играм 2024 МОК подчеркивал, что доверяет Международным Федерациям и оставляет за ними право выдавать атлетам нейтральный статус согласно рекомендациям. Формально у МОК, если исходить из всех рекомендаций, было минимум два основания не дать, садула его нейтральный статус. Он продолжает выступать за Динамо, а в марте 2022 года участвовал в митинг-концерте в Лужниках и организация этим воспользовалась. Поэтому, как отметила обозреватель Russia Today Елена Войцеховская, вряд ли стоит удивляться такому решению. Своим мнением поделился Гасан Исмаилов. Под угрозой получить бан от МОК находятся еще два спортсмена, Олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Седаков. Оба, как и Садулаев, присутствовали на митинг-концерте в 2022 году, а выступают они за Динамо и ЦСКА соответственно. Однако, на квалификацию в Баку борцы не поехали, так что комиссия их, возможно, просто не проверяла. Сейчас Федерация формулирует свою позицию и аргументы в защиту Садулаева и остальных спортсменов. Ну, а сейчас по традиции нашей программы мы выдвигаем к вашему вниманию забавное видео. АААААААААААААААААХААААА asten believers sudи из Monster Садулов садула Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.